Добро пожаловать в город Тарас. Город, в котором я вырос, в котором прошло мое детство. Правда, тогда он назывался совсем по-другому. Джамбул. Много имен было у этого древнего города, но лучше рассказывать все по порядку и с самого начала. Таразу более 2000 лет. Этот южный город некогда являлся центром Великого Шелкового Пути. Город Купцов, так раньше его называли. Не зря название Тарас созвучно с казахским словом Таразы, что переводится как Весы. Правда, уже в 1856 году город был переименован в Аулия Ата. Меньше века прошло, и ровно через 80 лет, в 1936 году, Аулия Ата стал городом Мирзаян в честь имени первого секретаря ЦК КП Казахстана Ливона Мирзаяна, которого впоследствии репрессировали и расстреляли. Недолго древний город носил это имя, и уже через два года, в 1938 году, город получил имя народного акина Джамбула Джабаева. Известно, что великий старец, никогда не живший здесь, неоднозначно воспринял это известие. И в стихах он даже писал «Прости меня, святой город Аулия Ата, что тебя назвали моим именем». Ну а в дальнейшем город будет носить имя Джамбул, это на русский лад. В начале 90-х его переименуют в Жамбыл, и только в 1997 году ему вернут его историческое имя Таразы. А на месте шумного базара сейчас ведутся раскопки древнего городища, который был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Археологические исследования древнего Тараза начались еще в 30-х годах прошлого века, но до 2011 года они заканчивались абсолютно ничем. Сегодня Центральный музей Тараза перенесли на бывшую базарную площадь. В этом музее уже выставлены многие экспонаты и древние находки. К сожалению, на момент съемки этот музей был закрыт. Каждым годом Тараз все хорошиет и преображается, что радует глаз. Еще в 2017 году, когда были сделаны эти фото, бронзовый памятник Жамбылу Жабаеву стоял как символ города на своем исконном месте. А сейчас его переместили напротив облах Кемата. Хоть это и непривычно, но мне кажется, что так даже лучше. Кстати, пишите в комментариях, кто что думает по этому поводу. Ну а это одно из памятных мест для каждого джамбульца. Здесь заправлялись водовозки и пожарные машины. Кто помнит, ставьте лайки. И вот еще одно легендарное место. Вечно недостроенная гостиница, которую наконец-таки достроили и превратили в административное здание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Долгое время этот парк был в запустении и, откровенно говоря, считался не самым безопасным местом в городе. А сейчас парк соответствует своему названию. Красивый, ухоженный. В парке появилась аллея героев. Одна из звезд на этой аллее принадлежит моему деду Сорокину Андрею Алексеевичу, герою Великой Отечественной войны. В парке можно посетить зал славы, который посвящен войне. Туда вход абсолютно бесплатный. Еще одной достопримечательностью парка является набережная. Раньше, как и парк, это место было в запустении, а сейчас это одна из самых красивых зон отдыха в городе. Здесь можно покататься на катамаране, покормить уток и лебедей, полюбоваться тихой красотой. Вдоль набережной проложены тропинки, построены три пирса с выходом к воде. Установлены детские, игровые и спортивные площадки. Тарас. Город, который славится своим гостеприимством. И, наверное, поэтому на каждом углу есть кафе и рестораны, которые по вечерам всегда полны людьми. Для меня это самый удивительный феномен. Кажется, что никто из жителей города не ужин на их домах и все едят в кафе. Наверное, так оно и есть. Ведь покушать в кафе можно очень вкусно и недорого. А кухня разнообразная и многонациональная. Мое любимое блюдо в Таразии – это шашлык из баранины, узбекские манты и самса, корейские сундай и пигоди. Рекомендую всем, кто не был в этом удивительном городе, сделать гастрономический тур. Вам непременно понравится. На этом мой выпуск подошел к концу. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Ведь ваша активность вдохновляет меня для создания новых видео. Всем удачи, до новых встреч, друзья!